Здравствуйте! Сегодня небольшое видео снимаю специально для начинающих собаководов. Меня просили показать, как выглядит клещ на собаке, на что обратить внимание, что искать. Некоторые путают клеща, который напился крови, с опухолью, с родинкой, с каким-то прищиком и не обращают внимания. По крайней мере, не пытаются удалить этого клеща, а просто наблюдают. Показываю. Вот так выглядит клещ, который не напился крови. Сняли его с собаки, он искал место локализации. А так выглядит клещ, который уже напился крови, увеличился в размерах. Получается, вечером собаку осматривали, и такого клеща не было. А наутро обнаружили такую картину. Возможно, пропустили, возможно, не увидели, пока он только нашел это место на коже, где можно попить крови. Но так выглядит клещ. Бывает такое, что он на собаке несколько часов пробудет или несколько суток. Может отвалиться во время прогулки, во время того, как собака почешется. И отсюда еще вопрос мне задают. Что будет, если собаку укусит клещ? Обязательно ли она заболеет? Нет, не обязательно. Это зависит от нескольких факторов. Первое. Устойчивость собаки. Некоторые невосприимчивы к пироплазмозу или другим кровопаразитарным заболеваниям. Второе. Заразен ли клещ? Передает ли он кровопаразит? И третье. Сколько по количеству паразита попадет в собаку? Если небольшое количество, она может справиться. Вот такое видео. Послушаем эксперта. Есть дополнения, пишите в комментариях. Пока, друзья. Ой, вы знаете, недавно пережил такой стресс. Я вначале, когда это видео вышло, думал, повозмущаюсь. Ну сколько можно про клещей-то снимать? Одно видео было второе. Стрим был. Статей куча уже написано. Да, опасное заболевание. Но не каждый же день про него рассказывать. А тут я увидел клеща вживую. Он полз своими лапками, перебирал и хотел на меня напрыгнуть. Я еле убежал. Откуда он появился? Видимо, двуногие притасили на своей одежде, прям ко мне подсунули. Ну разве можно таким беспечным быть, так относиться к здоровью-то моему? А вдруг бы он меня укусил и заразил чем-нибудь? Теперь я спать боюсь. Он же может подлезть ко мне. Это же так безответственно. Надо больше про клещей рассказывать, чтобы они не проникли в мой дом, в мою крепость. Ага, теперь так и не назовешь. Теперь бойся всего на свете. Как так можно?